Сегодня, не побоявшись карантина, то есть пандемии, к вам приехала на встречу поздравить вас с праздником всеми любимой, всеми издаваемой, всезнающая я Елена Малышева. Аплодисменты! Ну как вы все знаете, я люблю эксперименты. Вот сегодня я вам расскажу, как нужно работать с пациентами во время медосмотра. А поговорим мы о пациентах, которые все знают, требовательные, уважаемые и любимые. Да-да, вот сегодня мы поговорим о пациентах. И я расскажу и покажу. Вот я смотрю здесь на вас, вот выбираю сразу кого-то из вас. Как нужно с ними работать? Как говорится, чтобы и овцы были, и офисы. И вот я вижу, какой красивый у вас экземпляр есть. Давайте вот познакомимся с вами, как вас зовут. Я смотрю, вот такой хороший материал, над которым можно работать. Глядя на этот экземпляр, смело можно сказать, что это женщина широкой. Ой, извините, женщина широкой души. То есть эта порода широкоокосная. Так вот, а вот этой вот породе известно, что у них хороший аппетит. Красивая околка и густые волосы. Вернемся к этому материалу. Женщине этой породы, извините, сниму, а то запотели. Женщине этой породы свойственно хорошо готовить. И заботиться о семье. Так что, когда придете к гастроэнтерологу, он смело может ставить вам, что вы здоровы. А у меня, посмотрите, когда у вас? Гастроэнтеролог просто. С недавних пор у нас девчонки, да, я заметила, у вас тоже, да? Вот такая вот штучка, вот такая. Да? И мы очень вот это вот модно вот так вот придумываем. И наша пациентка тоже иногда это одевает. Да. Но не нужно грустить из-за очков. Не надо. Ваши профессии это не обязательно. Хорошо видеть, главное хорошо слышать. А известно, что со слухом у вас, я так понимаю, все в порядке. Все плохо. Но она не сказала ей одно слово. Ну она же только экземпляр, говорит, должна я. Слухи всего поселка, я так понимаю, не проходят мимо ваших ушей. А вот теперь, доктор, она скажет буком-ку. Вот скажите, откройте ротики. Скажите А, а теперь скажите Б, вытуньте язычок. У-у-у. Язычок острый. На него я слышала. И была лжава, да? Ну так что там насчет голоса? Все отлично, да? Значит, на выборах вы работали отлично. Да. У вас, доктора, у вас есть у человека котоларинбола? Нет. А что, смывает. Да? В общем, напишите ей, что она здорова. Так, ладно, сейчас дальше пошли. А сейчас проверим вашу смекалку. Что-то в спину мне задумала. Ступила. Нога болит. О, да. Не разогнуть. Было здорово ведь недавно. Теперь не оп, не уснуть. Закружилась голова. Подловился пол. Вот вам поможет один врач. Какой? Невропатург. 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 Аааа. Невропатург. 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 Да. Я понимаю. Ну, идем дальше. Я вижу, что вы вот очень замечательная такая вот женщина, натура. И у вас, я вижу, очень большое сердце. И после обследования, так понимаю, обнаружили, что она хочет. Большое. Ну, очень. Которая готова обогреть все, и вся, и семью, и людей, рядом живущих. Да? Ой. Ой. Подождите, я забыла сказать. Я так понимаю, что кардиолог скажет вам, чтобы здорово. Ну, дальше. А теперь о серьезном. Уважаемые коллеги. Примите поздравления в этот праздничный день от 2 дня медицинского работы, от профессора. Желаю быть вам счастливыми людьми. Безо всяких таблеток, клизм и наркоза. Желаю оставаться настоящими медицинскими праздниками. И хочу вам выразить признательность за ваш неутомимый труд. Трогательную заблоку и любовь к нам, к пациентам. Преданность профессии. Каждый из вас вносит неоценимый клад в наше общее дело. Даже чтобы я вот сейчас вышла на... Да, и очки вот тоже, чтобы я была здоровая. Спасибо вам за то, что вы с нами. Желаю работать без стресса, зарплаты большие. Золотых выходных. Телефоны отмечательно уходим. Семейных событий вам только чудесных. Довольных всегда и нетрудных больных. С вами была я, Зелена Мамовна. Ну, здесь, что я роблю. Смена на кау. Смена на кау. Доброе. Ну, призма внутривена 50 грамм с утра. Знаете, как хорошо? Даже евреи говорят, что это. Дорогие любимые наши гости. Дорогие любимые наши гости.